В Черное море прилетели британские истребители Еврофайтер Тайфун, которые сопровождают самолет-разведчик RC-135 Rivet Joint. Два истребителя сопровождают британский самолет прямо около оккупированного Крыма. Давно не припомню, чтобы авиация НАТО, подлетала настолько близко к Крыму, после того как российский Су-27 сбил американский беспилотник. Как мы видим, Тайфуны держатся левее разведчика, и прикрывают от возможной российской атаки с крымского побережья. А только что на моих глазах один из истребителей, и самолет-разведчик, отключили транспондеры и ушли в тень, держа курс на сближение с полуостровом. Кажется, что намечается что-то очень интересное в ближайшее время, так как подобный сбор информации проводится только перед важными операциями. Одновременно с тем, в Черном море работают еще два разведчика. Это американский беспилотник RQ-4, который является частым гостем в здешних краях, а также самолет радиоэлектронной борьбы ЕП-3. Американский самолет радиоэлектронной борьбы дальнего действия ЕП-3, также может использоваться как ударный противолодочный самолет. Он может нести ракеты-гарпун, торпеды, и даже противокорабельные мины. Его экипаж состоит из двух групп по 15 человек, которые несут службу посменно. На данный момент, они делают радиоперехваты российских боевых кораблей в Черном море, и ищут еду для наших надводных беспилотников. Будем надеяться, что найдутся потенциальные корабли, которые мы можем поразить. Также хочу поздравить ВВС Италии с первым успешным перехватом российских самолетов, с момента принятия на себя миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. Итальянские еврофайтеры перехватили российские истребители Су-27, летевшие вблизи воздушного пространства Североатлантического Союза. Российских самолетов под прицелом сопровождали до тех пор, пока они не удалились от границ НАТО.